Продолжается матч против Максима Снегурова, счет сейчас 3-1 в мою пользу, напомню, что контроль 3 плюс 2, и решила снова вернуться к дебюту рейтингу, но в этот раз играю G3, то есть на излюбленную Максиму вот эту вот страницкую расстановку, я в этот раз играю D4, а ну, там последовало D5, то страниц это я даже не будет, и придется все равно играть C4, Dc, но Dc главный ход, на самом деле, но у меня здесь есть некоторые анализы, обычно черные играют C3, то есть несколько укрепляет центр белых, но создавая перчечные слабости на ферзьям фланги, ну, стандартная идея для Грунфельда, и потом черные начинают на них давить, конь D7, ну, вот мне кажется, что довольно пассивная расстановка, и в принципе она не совсем в духе защиты Грунфельда, но, тем не менее, достаточно надежная, и большого перевеса у белых быть не может. Конь, видимо, идет на B6, то есть хочется пойти слон F4, но там после конь B6 куда-то надо надевать коня, конь потом пойдет на D5, то есть может быть слон D2 сильнее. Не знаю, на конь B6 есть, конечно, идея слона F5, хотя в этой позиции она у меня не вызывает большого доверия. D8 немножко странный ход, потому что, опять же, слон F5 во многих позициях есть, а это отнимает клетку у ферзя, ну и в принципе, по первому ощущение, выглядит не очень удачно. Керз B3, да, вот, например, вот Керз B3 выглядит. Достаточно интересно, в вариантов прицеливаясь на F7, ну и слона F5 грозит. То есть, понятное дело, что на слона F5 черновочно могут пойти B6, но это связано с ослаблением ферзя флага, то есть уже конь E5 будет выигрывать в силе. Ну давайте так попробуем сыграть. Ну и стандартная ситуация, Максим обогнал меня почти на минуту. Конь B6 все-таки сыграно. На слона F5, видимо, слон E6 задумано. Что достаточно неприятно для меня, но, наверное, все-таки это было не сильнее. Продолжение. Я могу попробовать сыграть куть G5, не пуская слона на E6. Выглядит, конечно, искусственно, но ничего сильнее я не вижу. Можно перебиться, сыграть E6, но тогда слона C8 остается вне игры надолго. Можно не исключить то, что за чернов серьезного внимания заслуживает что-то вроде взять-взять и ладей F8. То есть, опять же, выглядит странно, но важно не закрывать собственного слона. Ну, сразу E6 тоже возможно. Кунь E5, правда, исход. Что на Кунь E5? Наполу на F7. На ладей F8 есть слон B4 в этих позициях. Неужели на ладей E7 слон B4 и ладят C7? Ну, нет, так не играет мой соперник. Ну, слон B4 все равно проходит, по-моему. Ферзь D4, ну, там явно у белых что-то найдется. В крайнем случае, просто слон F8. Можно еще Кунь E3 посмотреть. Ну, собственно, так и сыграно, и надо немножко подумать. Слон F8. Ферзь E5. У нас там же 7. Ну, явно большой перевес у белых. В принципе, от добра до брони ищут, но... Кунь E3 тоже имеет смысл. Ну, ладно, давайте возьмем на F8. Возьмем на G7, короче, G7. Единственное, проблема, что у меня на E2 подвисает, но... А, ну, даже не берет, на самом деле. Слона берет именно на G5 мой соперник. Нет ли тут прямого выигрыша у белых? Что-то вроде... H4, Ферзь F5, E4. Пытаясь сохранить это в Слонах, у нее 4. Взяли-взяли. Наверное, это хорошая идея. По черным полям потом попытаться зайти. Хочется, конечно, большего. Не исключено, что этого большего здесь нет. Ну, ладно, пойду H4. В принципе, можно будет подумать после ответа соперника, кого здесь брать. Ферзь F5, да. Ну, заманчиво пойти Е4, конечно. Сохранить именно чернопола. С какой-то стороны, там, конечно, пункт... Пункт D5 будет очень хороший у черного коня. Да, интересно. Ладно, сыграю более... Наверное, более слабо, но... Поэтому более технично. Стоять 4. Важно, что здесь сохраняется пешка Е, и можно этого коня сбить. Так, он уходит на E7, просто ладит D1. Черные все еще не развиваются. Ну, на А5 стоит подрезать. На B5, А6 явно имеет смысл задвинуть. Пешка на А7 будет в большинстве позиция очень слабая. Может быть, ЛБ8 мы теперь о них рассматриваем. Да, ЛБ8 так и сыграем. Побью, наверное. Скорее всего, ЛБ6 последует. Есть же некоторые проблемы со временем у меня. ЛБ6 сыграно. В 5. Ладно. Подменяю ферзей. Перерез тут, конечно, несколько меньше, чем мне хотелось бы. Но все равно достаточно солидный. Видимо, одна из черных пешек здесь погибнет. Срабатки 5 можно, и в принципе, наверное, это правильно. При 14 секундах на часах у меня. Но позиция там тоже не очень приятная. ЛД8, как же G7. ЛД8 есть ход. По виду заманчиво. Сыграл ЛД8. ЛД7, видимо, последует. ЛД1. Или Е5. Может быть, Е5. Е5 пойду. Главное, чтобы ЛД8 ни в каких вариантах не запугивалось. Это было бы довольно обидно. Да, ЛД7. Поставлю F4. Времени довольно мало. Побью. Сыграл С6. Некоторые лаги, к сожалению. С2. Да, ЛД3. Ну и тут некоторая техническая работа предстоит, конечно. Не идеальная, мягко говоря, играл. Сделал процегать G4. Как не обидно, потому что иначе там конь на F5 выскакивал. Да. Ну, ввиду слабости пешек на королевском фланге у черной должна быть выиграно. Но технические трудности серьезные. Слон D7. Шаг. Ладья D8. Такая идея. Не исключено, что черным будет тяжело развязать фигуры. Да, ну это, конечно, вариант. Но это должно, по идее, упрощать мою задачу. Шаг. Да, выиграть сразу не получается. Ну хорошо. Иду королью в два. Слон D5, наверное, стоит поменяться все-таки. Король должен успеть защитить пешку F4, а пешка A6 упадет. Ну и получится 3 на 3 на одном фланге, которое должно быть выиграно. Достаточно элементарно. Может быть, нам надо как-то E5 проверять. Последовало более простое решение. Ладно, король F3, ведь пешка на B4 сохранится. Но в этом случае король C8 не выйдет. То есть надо или отдавать пешку, или вот пропускать белого короля на E5. Видимо, и то, и другое ведет к победе белых. Но опять же, времени мало. Все может быть. C3, король E5. Да, вернулись. H5 и F5, наверное, я могу сыграть. После E5 учетом будет очень много пешек, но все они расположены плохо. Просто F6. Взял. Ушел. И на конь же 6 уже король F5. Ну да, и тут выигрыш должен быть элементарен. Хочется проверить пешечник, но не буду. Мало ли что может произойти. Да, в шах. Или F6. Ну да, и следующим ходом по столу для B8. Ну, довольно любопытная концовка, хотя, конечно, она стала возможной только благодаря моей довольно слабой игре. Так или иначе, всем спасибо за внимание. Счет после партии 4.1. Счет после партии 4.1.